ну и у меня сейчас буквально несколько минут назад закончилась проработка подсознанием где женщина не могла проявить чувства для своей семьи потому что сама ничего не помнит в своей жизни в своем детстве приятного и когда я попросил дать оценку насколько она была счастливой в детстве от 1 до 10 она сказала на 2 балла и уже у самой у нее сыну почти 9 лет и доченьки 7 лет и она страдает от того что не может выразить для них свои чувства свою любовь и потрясающая была проработка она там у нее было несколько обреакций она там много с чем встретилась но это мои изюминки не буду здесь все рассказывать то есть она очень много проплакалась открыла сердечко встретилась с собой внутренним ребенком годовалым призналась в любви себе и мне собственно говоря очень приятно то что я являюсь частью к тому чтобы человек перезапустил свою жизнь свои эмоции свои положительные чувства а мы их запускаем убирая собственно говоря негативные чувства и хотя время уже там почти 12 часов ночи у меня много энергии и сейчас здесь хочу у меня просто завтра если хватит силенок у меня огромное количество контента его надо писать и еще надо делать диагностики проработки много чего надо делать и один из роликов которые хочу в ближайшее время записать это ролик о супружеских изменах как правильно их предотвращать я уже там много чего написал записал свой контент конспект точнее да то что я хочу с чем хочу поделиться а мне есть чем поделиться у меня уникальный случай мы с супругой первая любовь друг у друга 30 лет мы женаты и 33 года вместе кстати как то считал там кстати хотел приколоться то что если сложить возраст всех наших детей это там двадцать девять полных лет плюс двадцать шесть это же сколько получается 55 лет до сыну шестнадцать это уже там семьдесят один да и дочери 15 получается это 86 лет только возраст детей если еще и нас сложить то там уже почти двести еще кошку надо кошку допилить вот и анекдот на тему супружеских измен значит купе мужчина заходит в купе и видит что уже там сидит женщина вот он здоровается садится закрывает дверь купе и там через какое-то время поезд тронулся и они начинают такой робкий разговор и девушка такая мнется вы знаете это вас как зовут видите видите вы знаете вот у меня такое ощущение вот у меня вот на душе кошки скребутся что я вот за порог а мой муж он прям вот сразу пошел вот к соседке там значит это изменять мне и парень такой присоединяется будет вы знаете у меня такое же ощущение вот я тоже еду в командировку вот прям такое ощущение вот только за порог все и жена сразу значит это свое неверие свою неверность демонстрирует мне рога вот ну и девушка такая робко вы знаете вот давайте вот и мы там стим давайте отомстим с удовольствием начну и через несколько минут уже там это они трутся друг от дружку мы девушка такая кричит ой я хочу мстить 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 а парень такой и говорит то вы знаете а я уже простил так вот как сделать так чтобы не хотелось не мстить не прощать об этом у меня будет ролик буквально через несколько дней обещаю запишу у меня там есть мои интересные совершенно наблюдения и их нигде ни у кого не слышал конечно не всем это прям так сразу заходит но люди есть адекватные которые понимают что в том что ну я упаковываю то что я людям так сказать расширяю показываю в этом огромный смысл да ну и хотя бы даже если вы не проработаете такие вещи в подсознании а конечно их правильно прорабатывать в подсознании чтобы не было негативных чувств и самоопределение но хотя бы на логике какие-то вещи понимать уже может стать так сказать чуть-чуть полегшей конечно логика я уже говорил это калькулятор слабее чем чувство чем подсознание в миллионы миллиарды раз вот ну хотя бы будете понимать куда вам идти куда копать что делать все надеюсь были какие-то озарения надеюсь если понравился хотя бы даже анекдот можете лайкнуть этот ролик помогать ему продвигаться потому что качественные какие-то вещи они не очень популярны людям больше любят смотреть фейлы и там как люди падают что-то там ломают себе или там про кошечек а вот то что действительно реально нужно людям а ну вот у нас так как-то не популярно пока такое ощущение что большинство людей какие-то там запасные жизни в шкафу лежат вот как я уже говорил либо придется оплатиться деньгами либо здоровьем что уже не очень даже и самое печальное это когда человек платит жизнью я вам рекомендую отплатиться резаными бумажками это вымышленные вещи этих бумажек если у вас все хорошо с головой вы же фактически являетесь клапаном который не пускает эти самые бумажки в свою жизнь начните просто приносить пользу людям начните приносить решать людям проблемы а это может в принципе каждый если вам действительно не пустой звук служить творцу служить людям можете записаться ко мне очень многим вещам могу научить причем на практике что называется причем это все по очень таким демократическим я считаю ценам то есть я например сам откупился от нищеты я потратил свое образование миллионы огромное количество миллионов путешествий в разные страны и кучу семинаров совершенно в разных странах в том числе огромное количество книг семинаров тренингов и так далее и вот ужимка вся моя домой там почти 30 летний опыт вы можете получить там в течение нескольких месяцев ну пусть за год вот но в принципе в течение месяцев вы уже можете выйти на приличные доходы на 6-ти значные доходы в месяц а там глядишь уже и больше все я надеюсь был полезен всем желаю прекрасной успешной изобильной здоровой жизни полную крепких чутких уважительных дорогих отношений с вашими любимыми и близкими всех обнял приподнял и всем хорошей жизни пока